Доброго времени суток. Вот прислали мне на переработку вот такой материал. Это керамические платы с дорожками. Это микросборки такие были. Здесь были КМ-конденсаторы, бескорпусные микросхемы, транзисторы и прочие. И вот что остается. Вот такой остается. Сейчас мы рассмотрим вес вот такой 410 грамм. Вот написано керамика СССР. Сейчас я вот так выгружу сюда немножко. Ближе посмотрим какие были здесь сборки. Конечно что они из себя представляет мы уже не знаем. Может кто-то разбирал такое. Я когда-то разбирал, выбрасывал все это. Вот такое вот оно. Вот они бескорпусные транзисторы, микросхемы. Волоски отсюда забрали. КМ-конденсаторы забрали. И вот осталось вот такое вот. И как оказалось я проверил. Я вас сейчас заинтригую, чтобы не переключались. Вот что там остается. Вот после нескольких процедур. Вот такое там остается. Вот они эти дорожки. Они из чистого золота. Ну камера возможно немножко цвет не такой передают. Но там этих дорожек множество. Они хоть и меленькие, но тяжелые. Не всплывают. Не так как, допустим, импорт. Вот они. Ну и вот сейчас все это мы сейчас переработаем вместе. Я покажу. Смотрите, что нужно сделать, чтобы забрать золото вот с такой вот керамики. Это все керамика. Это не знаю какая-то подложечка там. Вот это керамика. И вот на керамики нанесена. Я так показываю ничего не видно, да. Вот на этой керамике есть дорожки. Их множество. еще какие-то детальки там тоже с позолоткой. Так, ладно. Вот у нас стакан. Я его перевернул на 3 литра стакан. Перевернул, чтобы когда промывал, чтобы влага стекла. И сейчас я все это сюда загружаю. Надо осторожней. Ну вот там такое, да, видим. И вот отсюда тоже все. Абсолютно все сюда загружаю. Что там я не рассматривал полностью. Все загрузил. И теперь заливаю все это серной кислотой. Вот эта вся позолотка, она покрыта лаком. И там остатки микросхем. Дорожки там сняты. Микросхемы, транзисторы. Они в керамике спрятаны. Я думаю, что там тоже есть волоски меленькие. Ну или что-то там такое, что имеется золото. Все залил. Ставлю на плитку. Буду растворять вклад, пластик. Ну и все такое, что растворится. Чтобы нам потом в дальнейшем не мешало. Потому что сейчас работать с таким материалом. Я вот хотел в ступке измельчить. Измельчить в ступке невозможно. Потому что, ну сами понимаете, лак не дает. Он клейкий. Вот она ступка. Я пытался там измельчить. Попробовать, что получится. Но ничего не получается. Вот. Вот такое. Кстати, эта ступка не одна, а три их было. Мне выслал вот этот заказчик, который мне выслал сейчас вот две посылки с материалом на переработку. Это его подарок. Подарки. Я благодарен. Храню. Работаю. Пользуюсь таким подарком. Так. Все. Ставлю это на плитку. И затем посмотрим. Я вот взял специально такой стакан большой на 3 литра. Высокий. Чтобы вдруг пена пойдет, чтобы не выпрыгнуло. Ну вот и все. Растворил я лаки, краску там, пластик. Все прочее другое, что растворилось. И сейчас вот эту кислоту, отработанную, я сливаю в воду. И затем промываю. Весь материал хорошенько нужно промыть. И займемся другим. Промыл обыкновенной водой. Сполоснул дистиллированной. Ну и вот видим. Даже в объеме материал уменьшился в разы. Вот такое получается. Сейчас ближе посмотрим. Чистая. Без всяких там лаков, красок, пластика. Но, как вы видели, там множество, много, вернее, много там было припоя. Вот на этих платах. Так назовем их. В этих микросборках там, конечно, много припоя. И сейчас я сюда заливаю дистиллированную воду. Покрою водой. Вот так. И залью азотную кислоту. Конечно, тоже немало залью где-то. Вот сейчас 300 миллилитров. Сделаю 400. Даже сколько? 400 сейчас. Я доведу до 600. Ну, еще 200 миллилитров волью азотной кислоты. И буду вытравливать лишний металл. Припой. Там, возможно, и медь имеется. Что-то еще. Возможно, даже и палладий будет. Ну, я когда вот это вот проверял, то палладий там не было при травлении. И вот видим. Это я царя сюда влил. Это то, что я показывал вам. Интриговал. Вот такая вот позолотка. Цвет красивый. Красивый цвет царя. Ну, и здесь тоже такое сделаем. Вытравим лишнее. А затем зальем царем. Чуть больше 600 жидкости. Видим. Это она холодная. Плитка холодная. Вот такая пошла реакция. Сразу растворяется припой. Видно по цвету раствора. Это растворяется припой. А дальше посмотрим на цвет. Если будет только синий, значит, там еще плюс и медь имеется. Ладно, смотрим дальше. Вот она такая красота после травления. Вот они дорожки. Вот оно золото. Сейчас ближе. Вот видим. Вот так виднее. Теперь заливаю царем и буду растворять вот эту красоту. 60 миллилитров царской водки и вливаю. Добавлю воды и ставлю кипятить на полный огонь. Смотрите. Ну вот и все. Растворил. Сейчас фильтрация. Сначала через вакуумник, затем самотек. Дважды буду фильтровать и сделаем осаждение. Все равно красиво. Хоть уже и без золота. Вот такая керамика остается. Смотрите. 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 Подписывайтесь на наш канал. root вот так выпало золото чисто красиво скауглировалось сейчас высушу взвесим высушил сейчас подготовлю ну-ка о кто-нибудь видел такое вот вам и керамика с микросборок сколько золота в ней вот так вот но сейчас сплавлю еще вот стряхну а то прилипло но еще теплые чаша теплая прилипает посмотрим на слиточек слиток будет красивый чистый осадок чистый до золото чистое где-то 997 проба немножко буря не чистил уже все сразу буду чистить доводить до трех девяток вот такой вес 545 будем считать 5,4 здесь тоже проверим на этих весах до 541 здесь показывает вот такое вот бывает да я выбрасывал если попадались вот такие вот платки каких-то сборок так я не знал что там есть золото считал что что-то блестит там от лака вот такие бывают микросборки так что будьте внимательны золото там есть на этом все всем добра и удачи всем пока